Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов, Евгения Даровская. Смотрите сегодня в выпуске. Собственная формула, какими разработками алтайских ученых заинтересовались сразу три замминистра. Когда уже будет по-взрослому? Юные спортсмены-пятиборцы мечтают научиться выступать во всех видах. Во-первых, надо научиться сначала этому всему, а потом уже можно ждать всего этого. Университет или академия? Что напишут выпускникам медицинского в дипломах? Итак, вот уже несколько недель студентов одного из самых старых и уважаемых вузов Алтая будоражат неприятные слухи. Алтайский государственный медицинский университет проходит аккредитацию, итоги которой пока не вполне ясны. Главные опасения выпускающихся врачей в ближайшее время их универ могут понизить до академии. Соответствуют ли слухи действительности? Попытался разобраться Михаил Ширин. Дипломы не выдадут совсем, а пройденные с таким трудом госы заставят пересдавать осенью. Это лишь малая часть слухов, гуляющая среди выпускников Барнаульского меда. Оговорюсь сразу, все опасения о возможных итогах, идущей нынче аккредитацией АГМУ, студенты высказывают в соцсетях и в приватных беседах. На камеру они воплощение оптимизма. Я думаю, что навряд ли мы станем академией. Мы уверенно защитили слуху. Когда ты пытался? Ну, не знаю. Возможно, какие-то злые люди хотят нам навредить. Их бы спокойствие до сотрудникам ВУЗа. В ожидании решения комиссии нервы у последних, судя по всему, на пределе. Идите, пожалуйста, где-нибудь вот самым снимайте, убирайте. Вы направо не имеете указывать? Мы не можем запретить, но и находиться здесь мы не можем разрешить. Предпосылок к тому, что один из ведущих медицинских университетов Западной Сибири, созданный в 1954 году, по легенде, не без помощи самого Хрущева, и впервые вошедший в сотню лучших ВУЗов России по итогам 2014 года, может сменить статус? На сегодня нет. Ежегодный мониторинг заведения всегда проходило нормально. Но если даже вдруг такое и произойдет, то дело это отнюдь не быстрое. И выпускники 2015 года получат нормальные дипломы. Уверены специалисты. Для студентов не надо будет пересдавать никакие государственные экзамены. Им не надо будет пересдавать никакие зачеты и что-то там еще. Им не надо будет бояться, что они не получат диплом, а будут ждать какое-то время. В старейшем университете края о смене статуса знают не понаслышке. В 2008 году, не пройдя аккредитацию, педагогически стал академией. И вернул себе гордое имя университета только в 2014 году. При этом за 7-летний академический период здесь не упали ни качество преподавания, ни его финансирование. Ну, может быть, появился некий осадок разочарования. Возможность грызть гранит науки у студентов-медиков, конечно, никто не отберет. Но вот останется ли этот гранит с привычным классическим вкусом университета или опреснее до академии, покажет время. Повара пока молчат. Михаил Ширин, Алексей Фризин. Наши новости. Разработки алтайских ученых в сфере медицины и биотехнологий заинтересовали федеральный центр. Сегодня в Крае прибыла представительная делегация. В ее составе сразу три замминистра из Министерства экономического развития промышленности и торговли, образования и науки, а также вице-президент фонда Сколково. Чем обязан Край на такому наплыву высокопоставленных чиновников и какая в том польза нашим ученым, расскажет Юлия Гадар. Новый препарат химозин – искусственно выведенный фермент-аналог желудочного сока телят, который необходим для производства сыров. В течение 20 лет российские промышленники были вынуждены покупать дорогостоящий ингредиент за рубежом – в Италии и Германии. Теперь, благодаря разработкам Алтайского инжинирингового центра «Промбиотех», в нашей стране есть собственная формула, по которой можно наладить производство ценного фермента. А в этой лаборатории работают с семенной тканью сельхозкультур. Из одной картофелина можно получить сразу 300 клубней, которые не будут поддаваться плесени и гниению. Вот перед вами показан посадочный материал. Всё наглядно и доступно. Результат работы докторов наук и лабораторий, десятки разработок, эксперты из Москвы оценили как вполне перспективные. Оценки и рекомендации специалистов такого уровня, они чрезвычайно важны. Совершенно очевидно, что вы на правильном пути, и мы будем оказывать всяческую поддержку по всем направлениям. Министр экономического развития России также заметил, что на фоне 20 регионов России, где существуют подобные научные центры, Алтайский край занимает достойную позицию. Однако подчеркнул, что это далеко не повод для гордости. Выглядит хорошо. С одной стороны, это заслуга Алтайского края, с другой стороны, недоработка других регионов. Потому что я на своём выступлении говорил, что у нас, к сожалению, со времён распада Советского Союза очень сильно просело вообще направление биотехнологий, в первую очередь промышленные биотехнологии. Ясно, что для внедрения разработок краю необходимы серьёзные денежные вливания. И сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Алтайского края и инновационным центром Сколково увеличивают возможности того, что крупные инвесторы заинтересуются перспективными проектами. И ещё, теперь наш край сможет участвовать в конкурсе на государственную поддержку в числе 66 регионов. Однако, каковы будут размеры транша в случае победы, пока неизвестно. Юлия Гадар, Павел Лауронин. Наши новости. А главный турист мира сегодня высоко оценил природный потенциал региона. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Тали Прифай обсудил с губернатором края перспективы развития её. Одной из них станет включение Алтайской академии гостеприимства во Всемирную сеть кадрового развития туризма. Это поможет обмениваться опытом сотни учебных заведений подобного профиля. Тали Прифай приехал на Алтай впервые. В планах гостя в ближайшие дни посетить курорт Белокуриха, комплекс «Бирюзовая Катунь», форум «Алтай.Роста». Кстати, сегодня он отметил, что наш регион свободно может использовать бренд Всемирной туристической организации при проведении масштабных мероприятий, подобных АТР. Кроме того, Прифай оценил выгодное расположение Алтая. Вы находите в центре, в сердце «Шелкового». Сейчас все в мире говорят о «Шелковом». Моим советом было бы то, чтобы вы пользовались этим. Сегодня алтайские депутаты обсудили предложение местных учёных вернуть наш регион в привычный ему часовой пояс плюс 4 часа к Москве. По мнению специалистов, после отмены перехода на зимнее время край оказался в неестественных для него условиях. Впрочем, у предложения есть и противники, которые уверены, что переход на новое время как раз противоречит биологическим ритмам жителей края. Мнение выслушала Маруся Загорска. Алтайские учёные предложили вернуть наш регион в привычный ему часовой пояс плюс 4 часа ко времени по Москве. После последней временной реформы осенью 2014 года. Наш регион навсегда остался в зимнем времени. И теперь деревенские жители, которые просыпаются с рассветом, вынуждены начинать рабочий день чуть ли не в 3 часа ночи. А сотрудники офисов, наоборот, работающие до 6 вечера, не успевают до дома добраться до сумерек. В Барнауле рабочий учебный день начинается в 8 утра и 21 декабря, когда восход солнца наблюдается в 8 часов 40 минут. И 21 июня, когда восход наблюдается в около 4 часов утра. Таким образом, продолжительность светового дня изменяется от 7,5 до 17 часов. Сотрудников Института водных и экологических проблем такие доводы не убедили. По их мнению, действующая система не наносит особого вреда ни рабочим процессам, ни здоровью жителей края. Многими известными специалистами в области исследования суточных ритмов человека, как зарубежными, так и отечественными, отмечается, что темное утро более неблагоприятно сказывается на состоянии человека, чем темный вечер. Так как циркадные ритмы или биологические часы человека синхронизированы с циклами света и тьмы. Алтайские депутаты нашли здравое зерно в каждом из полярных мнений и попросили ученых более тщательно проработать вопрос перехода в новый часовой поезд. Ведь принять такое решение на местном уровне не удастся. Если край и отправится в путешествие во времени, то только вместе с соседними регионами. Для этого нужно доказать федеральному центру необходимость перехода на новое время. Кстати, сделать это смогли в Кемеровской области, которая хоть и находится с Алтаем в одном часовом поясе, но живет по вечному летнему времени. Маруся Загорская, Николай Шилко, Наши новости. В юбилейный год Великой Победы мы продолжаем рассказывать истории алтайских боевых соединений. Не каждой дивизии удавалось пройти войну от начала до конца. И наш сегодняшний сюжет о бригаде лыжников, которая в одном роковом сражении под городом Севском геройски погибла почти в полном составе. Слово Екатерине Гайковой. Их называли «Белые дьяволы». Таким же цветом долгое время была покрыта и их история. Про белы в боевом пути 28-й лыжной бригады еще в начале 80-х взялась восстанавливать учитель Зимаревской школы Лариса Михеева. Задание – посетить места их воинской славы. Кружок красных следопытов получил прямо из крайкома комсомола. Мы тогда впервые услышали об этой бригаде. Ничего не знали. Был адрес Баклакова. Он был командиром этой бригады. Мы ему написали. Переписка с Василием Баклаковым. Вот его фотография. Продолжалась всего год. За это время он успел сообщить адреса и других живых ветеранов. Так в школе появились и письма, и фотографии. Командир бригады умер в 1982 году в Москве. Туда он попал уже после войны, хотя родился и вырос в Целином районе. Из жителей Алтайского края, Новосибирской, Томской и других областей Сибири в августе 1942 года и была сформирована бригада лыжников. В первую очередь брали тех, кто имел спортивный разряд. Перед отправкой на фронт бойцы жили в лагере в районе нынешней Борзовой заимки. Вот в этом сосняке и располагался личный состав 28-й отдельной лыжной бригады. 25 октября началась подготовка. В это время здесь уже лежал снег. Бойцы отрабатывали метание гранат, стреляли и, конечно же, тренировались в ходьбе на лыжах. За ночь им приходилось преодолевать до 40 километров. Такие же расстояния покорялись ими уже на Центральном фронте. В феврале 43-го 28-я бригада, подвижная и маневренная, начала громить противника с тыла. В этих рейдах они уничтожали склады и гарнизоны, захватывали оружие. Когда началось отступление, белые дьяволы ночью по лесам уходили от Тульской области по направлению к Брянской, к городу Севску. Враг уже поджидал. Они поняли, что в лоб город не взять и решили фланговыми ударами. И вот как раз основной удар, фланговый удар приходился с юго-запада, где оказалась наша 28-я лыжная бригада. Из общего состава 2977 человек, что было на 1 января, из окружения к Севску вышли непосредственно уже около 300 бойцов. Но 28-я лыжная бригада все же выполнила боевую задачу. Эхо их подвига раздавалось далеко впереди. Ведь после была Курская битва, во многом решившая исход Великой Отечественной. Алтайские поисковики в Севске не копали, просто собирали все, что нашли на поверхности. Возможно, в будущем земля, где 28-я бригада обрела бессмертие, еще вернет нам останки героев. Екатерина Гаськова и Андрей Печоркин. Наши новости. О спорте. Завтра в Барнауле пройдет турнир по стритболу в парке Изумрудный. А в субботу и в воскресенье хоккеистки-коммунальщика примут на своем поле Казанское Динамо. Ну а новости спорта сегодняшнего дня в обзоре Юрия Борлиса. Сборная Алтайского края по современному пятиборью, тренируемая Андреем Пшеницыным, это Дю США-10, Рубин, сверхуспешно выступила в двоеборье. Это плавание плюс бег. Среди сверстников 2005 года рождения они стали лучшими на соревнованиях в Кирове. Лиза Шипедько из Рубцовска заняла первое место в личном зачете. Чем старше ребята становятся, тем они ближе к своей мечте, чтобы их пятиборье наконец-то таковым и стало для них. Два вида уже как-то скучно. Я уже освоила, я хожу примерно год уже на конный спорт. Мне очень нравится ходить. Я жду, когда будет пятиборье. Потому что в пятиборье легче попасть в тройку. Там меньше народа собирается. Все места разобрали в командном зачете. Нам уже было просто обидно. А потом какая-то была пауза, а потом уже нашу команду обивили. Там мы просто были вне себя от счастья. Летнее первенство Алтая по теннису завершилось сегодня на открытых кортах стадиона «Динамо». Среди 12-летних девочек в финале сошлись две новосибирских теннисистки. Маша Андриенко из Барнаула заняла третье место. У юношей Саша Бабухин из Бийска также на третьем. И в играх 16-летних парней в финал местные не прошли. Барнаулец Руслан Кузнецов также с бронзой, будем говорить. Среди девушек с 16-ти лет наша Анна Пухова уступила в финале 0-6-4-6. Условия очень хорошие. Всегда дают подарки, всегда хорошо встречают. Хорошие корты, хорошая погода у нас. С удовольствием приезжают спортсмены из других городов. Юрий Борлис, Павел Лаурнин, Александр Морозов. Наши новости. Ну а завтра вся страна будет отмечать День России. По историческим меркам это совсем юный праздник, который до 2002 года именовался днем принятия декларации о государственном суверенитете. Но, кстати, именно 12 июня Россия обрела президента. В этот день, в 91-м, состоялись первые в истории страны всенародные выборы и победу, на которых одержал Борис Ельцин. Завтра в крае, как и во всех регионах, пройдут спортивные и развлекательные мероприятия, а поздравления жителям начали поступать уже сегодня. В частности, депутат Государственной Думы от Алтайского края Александр Прокопьев отметил, цитируем, «Этот праздник является символом единства народов нашей страны. Любить свою родину – не просто высокие слова. Это значит быть честным, уважать старших и помогать тем, кто нуждается. Мы все ответственны за будущее России и хотим, чтобы страна, наш родной край и город развивались». Конец цитаты. Присоединяемся к поздравлениям и желаем хорошо провести эти выходные дни. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните к нам в редакцию 659-129. Добрых вам новостей. Берегите себя и до встречи. Продолжение следует... Уже 4 года телепроект «Надежда на чудо» помогает больным малышам. С помощью зрителей постоянно исполняются мечты детей. Прямо сейчас присоединиться к акции можете и вы. Отправьте смс со словом «Надежда» на номер 7878. Внесите свой вклад в общее доброе дело. Только три дня, чтобы похудеть? Не сомневайтесь. Турбослим-экспресс. За три дня до минус трех сантиметров в талии. Турбослим-экспресс. Экспресс похудения за три дня. Гипотрин направлен на тройную защиту печени. В уникальном составе гипотрина три природных компонента для защиты печени. Вместо трех средств. Один гипотрин. Произведено «Эволар» по международному стандарту GMP. «Эволар» – гарантия качества. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов клубного типа «Трофей». Отличный вариант из загородного жилья от 500 рублей за квадрат. Палатки в сети магазинов «Трофей». Огромный выбор палаток высокого качества по доступным ценам на любой вкус и кошелек. Сеть магазинов «Трофей». Добрый вечер. О погоде на пятницу в студии Олеся Фролова. По прогнозам синоптиков, характер погоды особо не изменится. В крае сохранится переменная облачность, порывистый западный ветер и кратковременные грозовые дожди. Возможен град. Температура воздуха немного подрастет. Ночью в среднем от 9 до 14 выше нуля. Днем от 23 до 28 градусов. В Алейске и Белокурихе, так же, как в Зминогорске и Рубцовске, временами небольшие осадки, а на термометрах плюс 25. В Славгороде малооблачно до плюс 23. Столько же в Колунде. В Тальменке возможен дождь и плюс 21, а в Камни-на-Абиках, в Заринске временами осадки и плюс 22. В Бийске около 24 выше нуля. В Барнауле ночью плюс 13-15. Днем возможен кратковременный дождь. Западный ветер будет умеренным и плюс 23-25. Барометры покажут атмосферное давление ниже нормы. 740 миллиметров ртутного столба. Удачных вам выходных. До свидания. Здравствуйте. В эфире «Экономикс». Главное об экономике и бизнесе. За неделю вам расскажу я, Маруся Загорска. Предупредительный выстрел мы сделали в прошлом году. Пора стрелять на поражение. Так, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы потребовал от местного ведомства ужесточить наказание за картельные сговоры. Кто и за что окажется на мушке у антимонопольщиков, расскажем в основной части программы. А сейчас обзор. В Барнауле создадут систему платных парковок. С их помощью хотят улучшить ситуацию на дорогах города и получить дополнительные средства в бюджет. На первом этапе изучат транспортную обстановку в Барнауле. На втором проработают проект с учетом опыта Москвы и Красноярска. Власти предполагают привлечь частных инвесторов. Российские коммерческие банки снизят проценты по потребительским кредитам в июле этого года. Им теперь придется ориентироваться на максимальные ставки государственных банков, которые, как правило, ниже, чем у других. Снижение может составить до двух процентных пунктов. Единственное казино в игорной зоне сибирская монета «Алтай Пелес» закрывает свои офисы в городах Сибири. Так руководство заведения пытается оптимизировать расходы. Сеть представительств начала развиваться лишь четыре месяца назад. При всей оптимизации в казино строится вертолетная площадка. В России могут исчезнуть индивидуальные предприниматели. На федеральном уровне обсуждается вопрос перевода крупных ИП в форму ООО, а мелких в так называемую самозанятость. Таким образом хотят устранить случаи, когда индивидуальные предприниматели имеют большие прибыли, чем крупные компании, но платят в меньшие налоги. В Барнауле обсудят, как повысить эффективность бизнеса и увеличить прибыль с минимальными затратами. Группа компаний «Рубль» организует бизнес-форум «Курс-2015» для руководителей и владельцев предприятий. Рекламная компания с минимальным бюджетом, способы нанять продуктивных специалистов, обсудят это и многое другое. Прокачаем прежде всего навыки решения практических задач бизнеса. Практические задачи бизнеса – это работа с персоналом, это и найм. И показатели эффективности – это и практически решение бизнеса от алертаны, а не коучи. И поэтому они предоставят технологию решения любой задачи бизнеса. Бензиновый, молочный, яичный и даже капустный. За прошедший год Алтайское управление ФАС раскрыло десятки картельных сговоров. Интересно, что в других регионах нарушители искусственно завышают стоимость готовой продукции. А на Алтае договариваются о занижении цены на закупку сырья. При этом в крае есть крестьяне, которые живут за счет того, что сдают, например, молоко. Как антимонопольщики будут отстаивать интересы сельхозпроизводителей? И не станет ли это гонением на молокосборщиков и другой малый бизнес? Расскажем в сюжете. Защита конкуренции, прозрачность процессов государственного заказа, общественный контроль и надзорные каникулы. Такой была повестка ежегодного семинара антимонопольщиков, который в этом году прошел на Алтае в Белокурихе. И если с выполнением государственных контрактов в Алтайском крае все в порядке, ни громких дел, ни заметных нарушений нет, то на предпринимательском рынке проблем достаточно. Число жалоб на картельные сговоры в регионе растет. Чаще других на нечестной игре ловят местных сборщиков молока. Если цена зимой стоит 18-20 рублей, доходит 22 рублей, то сезон, естественно, до увеличивается, объем увеличивается. Цена вроде бы как автоматически считается сезонной, она снижается, естественно. Но это не говорит о том, что цена должна быть опущена. Я вам уже рассказывал, до 8 рублей доходил. По словам руководителя Краевого управления антимонопольной службы Степана Поспелова, за весь прошлый год на заниженные закупочные цены на молоко жаловались из 14 районов. А с начала 2015 года обращений с подозрением на молочные сговоры уже 17. И как заявляет Поспелов, под такими жалобными письмами подписываются по 50, 70 и даже 100 крестьян из одного поселения. В этом году уже пощады не будет. Вот знаете, как правильно полагается полиция брать преступников. Первый выстрел дается предупредительный. Вот в прошлом году был такой предупредительный выстрел. Если он продолжает совершать правонарушение, то открывается огонь на поражение. В то же время антимонопольщики беспокоятся, что привлекают нарушителей на рынке закупа сырого молока и другой сельхозпродукции. Уже в ближайшем будущем станет сложнее. Дело в том, что на федеральном уровне прорабатывается закон, который даст малому микробизнесу каникулы от массовых проверок. В первую очередь иммунитет получат так называемые частники, которые в большинстве своем и занимаются закупом сырья. Требуется оперативнее перейти от системы тотальных проверок к новой модели, основанной на рискоориентированном подходе. При планировании проверок исходить прежде всего из целесообразности в учета имеющихся рисков. Проверять нужно там, где предпринимательская деятельность несет риски для жизни и здоровья людей. Конечно, в регионе будут защищать конкуренцию и регулировать цена образования. Но новая основная задача на будущее – сокращение бюджетных издержек и контроль трат. ФАС теперь отвечает за прозрачность системы госзакупок. А с 1 июля в стране вся система надзора должна стать публичной. Все проверки будут вносить в специальный реестр, а излишнее и необоснованное внимание к бизнесу – караться. Антимонопольная служба края в ближайшие годы переключится с мелких разбирательств на более крупные и важные задачи. Это была программа «Экономикс» и я Маруся Загорска. До встречи! Будет новый день и новые деньги! Субтитры создавал DimaTorzok